В связи с убыточностью производства хлебопекарные предприятия обратились в областную администрацию с просьбой о пересмотре цен на вырабатываемую продукцию. Учитывая рост тарифов на газ, электроэнергию и, что самое главное, цен на муку, хлебозаводы перестали быть рентабельными, и последние месяцы многие из них работали себе в убыток. Обращение производителей хлеба было рассмотрено на Координационном совете с участием депутатов областной думы и самих хлебопеков. Зафиксировать цену сегодня на рынке 12 ржанопшеничный хлеб плюс 2 рубля и пшеничный 13 рублей плюс 2 рубля до нового урожая. С получением нового урожая мы рассмотрим и с учетом погодных условий, я думаю, что он должен быть урожай, мы рассмотрим тогда ценообразование на рынке, на зерновом, соответственно, на хлебном, и рассмотрим вопрос даже о понижении цены. Вместе с тем цены на социальные виды хлеба «Столовый новый» производства ГУП «Брянский хлебокомбинат номер один» и «Гусарский» Бежицкого хлебокомбината по решению предприятий останутся прежними – 9 и 10 рублей за буханку соответственно. За привычные 12 рублей в торговых сетях можно будет купить хлеб «Сельский» производства Бежицкого хлебокомбината. Технологи предприятия уверяют, что отличить по вкусу от Петровского его смогут разве что гурманы. Стоимость сайки обыкновенной из муки пшеничной первого сорта также останется на прежнем уровне – 6 рублей. Еще одним важным заявлением хлебопеков стало то, что при всех изменениях и нововведениях качество хлеба не пострадает. Продолжив тему, вице-губернатор Александр Касацкий предложил всем хлебозаводам организовать горячую линию, чтобы получать обратную связь от населения по качеству хлеба. Наталья Сегаева, Дмитрий Комаров, События Брянск.